Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзлях. Задание 466. Основание равнобедренного треугольника равно 18 сантиметрам, а один из его углов равен 120 градусам. Найдите высоту треугольника, проведенную из вершины угла, при его основании. Итак, нам дан равнобедренный треугольник. Назовем его АВС, изобразим такой треугольник. И пусть в нем АВ и ВС – это боковые стороны, равные боковые стороны. Тогда основание будет АС. Основание АС равно 18 сантиметрам. И сказано, что один из его углов равен 120 градусам. Тогда этим углом может быть только угол В. Потому что 120 градусов – это тупой угол. Два тупых угла в треугольнике быть не может. А в равнобедренном треугольнике два равных угла. Угол А и С равны. Значит, тогда углом 120 градусов может быть только угол АВС. 120 градусов. Так, теперь нам нужно провести высоту из-за вершины угла при основании. Угол при основании А и угол при основании С. Ну, из-за вершины А проведем высоту на ВС. Поскольку это у нас тупоугольный треугольник, то высота будет находиться вне треугольника. Тогда мы ВС продляем. И теперь на продолжение ВС мы опускаем высоту ААЖ. И запишем, что ААЖ – это перпендикулярно ВС. И нам нужно найти вот эту высоту ААЖ. Первое. Ну, треугольник АБЦ равнобедренный. АБЦ равнобедренный. И в нем равны углы. Давайте мы вот этот угол обозначим единичкой. И запишем, что углы А1 и С равны. Потому что это углы при основании равнобедренного треугольника. Так, а угол АБЦ – 120 градусов. Тогда вычислим градусный номер этих углов. Чтобы это сделать, мы должны сумма всех углов – 180 градусов. Из нее вычесть угол В – 120 градусов. И то, что осталось, разделить на 2, потому что угол 1 равен углу Ц. И получаем таким образом 180 минус 120 – 60. Разделить на 2. Получаем 30 градусов. Значит, угол Ц у нас… Давайте напишем 30 градусов. И угол 1 тоже 30 градусов. А теперь мы рассмотрим треугольник АХЦ. Этот треугольник прямоугольный, потому что АХ – это высота прямоугольной. И в нем один из углов, угол Ц, равен 30 градусам. Тогда в этом прямоугольном треугольнике катет, который лежит напротив угла в 30 градусов, это катет АХ, равен половине гипотенузы, а гипотенуза – АС, потому что это сторона, которая лежит напротив прямого угла. Тогда это будет равно 1,2 АС – это 18 см. Итого получаем 9 см. И нам нужно было найти АХ. Остается только записать ответ. АХ равно 9 см. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях. АХ-1 ВВЕРЬ